Исключительно британский автопроизводитель Austin, вошедший в 1952 году в промышленно-коммерческую группу British Motor Corporation, в первую очередь был известен своими простыми и консервативными автомобилями, произведенными на заводе в Лонбридже, Англия. Однако не все модели Остина производились в Великобритании. Представленный в 1962 году Austin Freeway, был как раз одним из тех Остинов, который никогда не производился в Англии. Freeway, разработанный австралийским подразделением British Motor Corporation, был построен на базе британского Austin A60 Cambridge, о котором уже было рассказано на канале. Он продавался под маркой Austin как с четырехдверным кузовом седан, так и с пятидверным кузовом универсал. Новый Freeway представлял собой первую попытку British Motor Corporation бросить вызов моделям Holden и Ford Falcon, доминирующим на австралийском рынке в прибыльном классе семейных автомобилей. Первое поколение Freeway использовало шестицилиндровый двигатель местного производства Blue Strik объемом 2,4 литра. Установленный на автомобиле рядный двигатель в первую очередь представлял собой прямое развитие Остиновского 1,6 литрового четырехцилиндрового агрегата B-серии с добавленными на него двумя цилиндрами. Freeway был дороже своих оппонентов, так как по сравнению с конкурентами он был хорошо оборудован. Модель, например, предлагала такие функции, как омыватель ветрового стекла, обогреватель и осушитель свежего воздуха. Внешне же автомобиль с кузовом седан отличался от своего донора, своей новой решеткой радиатора, растянутой во всю ширину кузова, и дизайном задней части, похожим на дизайн британских моделей MG Magnet и Riley 4. Кузов же универсала остался неизменным, он все так же использовал стиль задней части Austin A60 Cambridge. Кроме же стандартной версии модели, предлагался еще и элитный вариант с кузовом седан, но уже под названием Wallsley 2480. Freeway продавался также и в Новой Зеландии в дилерских центрах Austin и Morris, как под брендом Austin, так и Morris. За первый год объем продаж составил 3090 единиц, что было значительно меньше по сравнению с конкурентами Holden и Ford Falcon, а также с гораздо более мощным шестицилиндровым Chrysler Valiant, представленным в Австралии ранее в том же году. Первое поколение было заменено следующей модификацией в октябре 1964 года. Обновленная модель отличалась более мощным двигателем, усиленными тормозами, улучшенной задней подвеской и улучшенными сидениями. Однако обновления не смогли увеличить количество продаж. Производство модели после около 27000 построенных автомобилей было прекращено в сентябре 1965 года. Freeway был заменен моделью Austin 1800, производство которой в Австралии началось в 1966 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова